всем привет с вами торгово-сервисная компания фабрика компрессоров меня зовут банников сергей и сегодня мы решили снять обзор на два китайских компрессора из различных линеек и показать вам в одном видео в чем все таки между ними различия и какие виды бывают прошлое короткое видео на нашем канале было сравнение приводов здесь как раз таки только тоже мы акцентируем внимание давайте перейдем к первому варианту компрессора здесь у нас представлен модель 3750 дробь 10 б то есть линейка b что означает что он на ременной передаче мощность электродвигателя у нас 37 киловатт максимальное рабочее давление 10 бар либо 1 мега паскаль и производительность 4 и 9 кубических метров в минуту кому может быть интересно эта модель принципе его характеристики идеально подходят для работы на по пескоструйным работам то есть и позволит и на большую высоту подать смесь для пескоструя либо для каких-то допустим бетон для заливки полов и всего прочего то есть принципе как раз таки это аналог дизельного 5 кубового компрессора что посеместно используется на таких работах к его содержимому давайте перейдем то есть в чем преимущество и либо наоборот такие недостатки пусковая схема у нас выполнена по системе звезда треугольник то есть у нас используются пускатели при выходе их из строя всегда легко и просто есть возможность их заменить то есть здесь у нас пускатель на вентилятор трансформатор напряжение предохранители ну и в принципе все то есть минимализма в электро шкафу у нас наблюдается ничего лишнего то есть самый минимум необходимый для его работы панель мам 880 которую точно также можно на рынке приобрести без проблем в случае выхода его из строя перейдем дальше мы видим что у нас вместо рвд используются трубы для передачи масло-воздушной смеси и для движения масло-воздушной смеси и в том числе для воздуха у нас используется тоже металлические трубы о чем это говорит да о том что то будет бесконечный ресурс практически что здесь нечему ссыхаться то есть температура не страшно единственное в каждом видео продолжаю напоминать что может со временем выйти из строя то уплотнительные кольца которые в местах соединения используются все больше какие-либо проблемы исключены пройдем дальше и будем наблюдать то есть единственное у нас здесь гибкое соединение применено в виде в такого рвд для того чтобы исключить передачу вибрации от масляного от винтового блока к масляному баку вот здесь у нас находится один из немаловажных элементов то есть винтовой блок бауси пускной клапан воздушный фильтр и собственно отличительная особенность этой линейки б то есть она выполнена на ременной передаче у нас установлены шкивы и ремни для передачи вращения от электродвигателя к винтовому блоку какие плюсы или минусы у данного данном данного типа привода то есть здесь у нас компрессор настроен на 10 бар то есть для того чтобы повысить производительность и понизить давление мы можем просто напросто заменить чкивы или поменять ремни таким образом изменив передаточное число и изменив значение на выходе но стоит не забывать о зависимости то есть если мы повышаем давление на выходе то у нас падает производительность и соответственно наоборот с уменьшением давления мы повышаем производительность электродвигатель особенность его в чем в том что он используется со степенью защиты айпи 23 то есть ранее озвучивал что этот компрессор подойдет для пескострунных работ но с одной небольшой поправкой в том что ему требуется отдельное помещение то есть требования по условиям его работы гораздо больше нежели к двигателям более защищенным то есть мы видим здесь такие у нас используются отверстия для охлаждения то есть руки у нас запросто пролазит что подразумевает собой степень защиты айпи 23 это не защищает форм корпус его от попадания пыли крупных частиц и воды если вы обеспечите заранее и сможете условия работы такие для этого компрессора то в принципе можно смело брать не не бояться компрессора из этой линейки то есть это слегка окупается его ценой то есть довольно таки бюджетный компрессор и цена нового сопоставима ценой был компрессоров европейского производства перейдем тут же не отходя из кадра к другому компрессору то есть здесь у нас используется отличие у нас во-первых передача вращения через муфту осуществляется то есть по компоновке все принципе то же самое у нас нету рвд у нас винтовой блок собственной разработки iron mac обратим внимание пока про электродвигатель говорили вот здесь применен электродвигатель со степенью айпи 54 классический электродвигатель но опять же его особенность в чем что он выполнен на постоянных магнитах то есть у него частота если обычная синхронный двигатель его частота вращения максимальная 3000 оборотов в минуту то такой тип двигателя мы можем раскрутить немножко больше что позволяет добиться больше характеристик от винтового блока в электроскафу мы наблюдаем только один единственный частотный преобразователь то есть опять таки у нас более скажем так защищенный электродвигатель применен в этом компрессоре но стоит частотный преобразователь который точно так же требует к себе повышенного внимания к месту установки то есть условия где работают в пыли в грязи точно также мало допустимый я бы сказал что наверное частотный преобразователь все-таки это сложное техническое электротехническое изделие которое требует себе дополнительного ухода здесь панель у нас применена уже flexm сенсорная что точно также она распространена и каких-либо проблем при выходе из строя не будет также хотелось бы обратить в этом видеоролике внимание на то что про масляный охладитель здесь имеется в отличие от других маломощных линеек всегда у нас секция дополнительно для охлаждения сжатого воздуха то есть у нас находится здесь клапан минимального давления и воздух выходящий горячий попадает в дополнительную секцию и в нем охлаждаясь выходит наружу и уже поступает потребителю то есть дельта у нас между температурой окружающие воздуха то есть той температурой в котором работает компрессор и компрессором и температурой на выходе не превышает 15 градусов также стоит сказать что это за модель рассматриваем здесь у нас применен компрессор айси 30 дробь всд то есть как раз таки это другая линейка у нас всд буквы и аббревиатуры об этом свидетельствуют и означают они наличие частотного преобразователя мощность 22 киловатта и производительность 3,68 кубических метров в минуту и максимальное давление 8 мегапаскаль но стоит отметить что если компрессора и с другими характеристиками то есть по давлению в этих линейках предлагаю запустить то есть что у нас наличие частотный преобразователь отдает это уменьшение пусковых токов отсутствие ударных нагрузок то есть в дальнейшем если рассматривать ресурс этого компрессора это такая компоновка благотворно влияет на ресурс в целом компрессора то есть у нас тише работает то есть опять таки у нас подстраивается частотный преобразователь под потребление клиента то есть если на ступенчатом пуске и на компрессоре первом у нас применяется звезда треугольник и регулировка производительность осуществляется набором верхнего давления после чего компрессор переходит в режим холостого хода и ждет падение до нижней отметки если падение не произошло то у нас компрессор встает режим ожидания и после падения до нижней отметки он снова запускается то есть вот такой вот прерывистый цикл работы здесь же у нас исключено то есть у нас компрессор просто-напросто есть частотный преобразователь уменьшает обороты и подстраивается под потребителя меньше расход меньше обороты увеличился расход просто-напросто увеличились обороты электродвигателя и таким образом происходит подстройка под нужды потребителя предлагаю запустить в принципе хотелось бы упомянуть вот о том что на такой сенсорной панели стоит удерживать немного времени то есть секунду-две на кнопке для того чтобы контроллер понял команду это сделано специально для исключения нужных срабатываний чтобы у нас не было при малейшем прикосновении сенсором мостной клапан открылся и пошла работа компрессора мы видим как постепенно частотный преобразователь выводит максимальный режим то есть у нас увеличивается частота и соответственно обороты электродвигателя и по мере того как мы закрываем он будет снижать обороты предлагаю остановить этот компрессор и чтобы была возможность сравнить в работе запустить второй хотелось бы пока останавливается компрессор то что также сказать о бренде iron mac то есть на текущий момент он просто-напросто но не оставляет конкурентам шансов в плане своей ценовой политики на сегодняшний день это лучшие компрессора по соотношению цена-качество ни один из производителей на рынке российском дать таких цен не может поэтому если во главе угла у вас стоит цена стоит в первую очередь обратить внимание на компрессора этой марки у нас идет время выбега необходимое для того чтобы компрессор полноценно разгрузился и подготовился к последующему запуску а тем не менее мы запустим второй компрессор мы видим что здесь уже более резкий разгон идет происходит переключение со звезды на треугольник время задержки открытия впускного клапана но это Допрекор у нас постепенно достигает верхнего давления По мере того, когда я нажимаю впускной кран Мы видим, что из-за ременной передачи компрессор работает немного сумнее Но и стоит отметить, что здесь и мощность электродвигателя в самой установке больше Нежели на предыдущем компрессоре В принципе, на этом демонстрацию работы Сравнение двух компрессоров из двух линеек можно считать завершенной То есть выбирайте компрессора на ваш бюджет Хотелось бы напомнить о работе нашей компании То есть у нас наличие на складе не так давно привезли компрессоров Много различной мощности из различных линеек То есть которые вы можете всегда, обратившись к нам, приобрести Также мы выполняем ремонт Ремонт БУ компрессоров То есть полностью разбираем до такого состояния До основания И проводим подготовительные работы То есть прежде чем компрессор попадет на склад И после этого уже окажется у потребителя То есть и стоит опять упомянуть, что на всю свою БУ технику Мы даем гарантию один месяц Что позволяет клиентам проверить полноценно в работе И выявить какие-либо недостатки Если они имеются на оборудовании То есть этого времени достаточно для того, чтобы оборудование себя проявило На этом всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому